Все мы в душе немного эгоисты, все мы себя очень любим, но иногда недолюбливаем, иногда любим неправильно, иногда вообще не заслуживаем любви. В общем, как сделать так, чтобы у нас в плане любви к себе дела пошли хорошо? Об этом расскажет психолог Евгений Захаров. Евгений, доброе утро. Доброе утро, Евгений. Скажите, пожалуйста, получается, чтобы быть успешным, мы можем неправильно скорректировать наших зрителей, нужно быть эгоистом? Ну, вы знаете, я считаю так, что все-таки эгоизм мы рассматриваем немножко однобоко. Мы считаем, что эгоизм это плохо. На самом деле эгоизм это знание себя, это понимание, чего ты хочешь. И в этом ничего плохого нет, я считаю. Так что причина неудач, получается, наших жизненных, это не любовь к себе, да? Причина неудач, скорее всего, следствие не любовь, потому что мы не знаем себя. Для того, чтобы полюбить себя, нужно разбираться в себе. Да, это вот как, если вы не умеете готовить, у вас куча ингредиентов, у вас нет рецептов, у вас нет опыта, вряд ли вы сможете приготовить что-то вкусное. А у меня есть фантазии, и я готовлю без рецептов. Это здорово, но, скорее всего, эти фантазии опираются на каком-то опыте. Эмоциональном. Ну да. Может быть эмоциональным, может быть все-таки настоящим. Ты же свинину рыбой не будешь фаршировать? Не буду. Ну вот, потому что ты знаешь, что это плохо. А, ну да, да, да. Да, если получается так, что у нас нет понимания себя в плане каких-то таких способностей наших, особенностей психологических, естественно, мы не дружим с собой. А как развить критичность по отношению к себе? То есть любовь, это понятно. Вот я себя люблю, я тут вот на вкусняшку съел, здесь отдохни, полежи, здесь в отпуск, а вот критичное отношение к самому себе. Вы знаете, мне кажется, с критичностью вообще-то у нас все хорошо. Вот с любовью есть вопросы. А, вот так вот. Удивительное вообще мнение. Да, критичное, мы достаточно критичные, но чаще всего мы критичны на словах. Если мы рассматриваем ценность, да, любовь к себе как что-то действительно важное для нас, то это может рассматриваться как мотивация. Мы можем обесценивать себя, относиться к себе критично, это тоже может быть мотивация. Как будто мы обесцениваем наши достижения, и это обесценивание дает нам, заставляет нас действовать еще больше, для того, чтобы у нас было больше достижений. Но одновременно с этим мотивация заканчивается, потому что общей удовлетворенности жизни нам не хватает, постоянно обесценивая себя. И нужно учиться действительно ценить себя. Но ценить можно только тогда, когда ты знаешь себя. А никто не знает себя. Абсолютно согласен с вами. Это правда. Я очень долго, уже 14 лет практически работаю в психологии, и когда приходят клиенты, задаю вопрос, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. Я вам скажу честно, очень мало людей действительно могут высказать свои желания, к чему они стремятся. Ой, я точно все знаю. Я все точно знаю. Значит, мне к вам не надо, да? Нет, не надо. Если вы знаете, чего хотите, я предполагаю, что вы найдете способ достичь то, что вам нужно в жизни. И здесь кроется такой небольшой, очень тонкий момент, да, наши психологические потребности. Это то, что на самом деле делает нас счастливыми. Эти психологические потребности можно сгруппировать, да, на три таких группы. Первая группа – это поддержка. Мы все нуждаемся в поддержке. Так. Да, для нас это очень важно. Да. Вторая группа – это группа внимания. Мы нуждаемся во внимании. Чтобы нас слушали. Нас слушали, нам уделяли внимание, с нами болтали. Ну, вам всем не хватает любви и солнца, да. Все люди хотят одного, да. Все три вот эти вот психологические потребности являются проявлением любви, да. Третья потребность – это уважение. Нам важно, чтобы к нам прислушивались, да, чтобы нас слышали, может быть, скажем так, следовали за нами, да, уважали наши границы. То есть становились троем и следовали за нами. Это эгоизм. Все правильно, но ключевой момент. Когда наши потребности удовлетворены, давайте метафору приведу, пример. Вот у вас полный бак бензина, да, и вас кто-то просит куда-то подвезти, да. Вы никуда не торопитесь, у вас хорошее настроение, вы с удовольствием сделаете это. Конечно. И другая ситуация. У вас горит лампочка в машине, да, вы устали, целый день работали, и кто-то вас просит подвезти туда же, вроде бы как по дороге, недалеко. Да, да. Но желания нету помогать людям, да. Нету желания. Надо себя преодолеть и помочь людям. Это убеждение, с которым росли наши родители. Слушайте, а вы считаете, что нет? Я считаю, что преодолевать себя нет смысла, да. Я считаю, что лучше с собой познакомиться поближе и подружиться, да. И уметь отказывать в какой-то степени, когда вы не чувствуете себя хорошо, когда вы нуждаетесь в отдыхе, например. Это тоже нужно учиться. Нет, конечно, если ты падаешь в обморок, и я понимаю, что если я довезу Дениса, то я могу упасть в обморок, и мы оба можем попасть в аварию, то нет. Но если просто, ай, ну мне лень, голова болит, есть у меня такая подружка. Это одно, действительно быть искренним собой для того, чтобы понимать, какие у меня ресурсы есть, какие нет. Что я могу, что я не могу. Ресурс, точно считать ресурс. И не давать возможность другим управлять тобой. И это приходит только тогда, когда мы чувствуем, когда у нас есть телесная чувствительность. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди чаще всего опираются на мысли. Но мысли нематериальны, хотя есть такое утверждение. У нас есть более точная система контроля и проверки. Это наши чувства. Я прямо сейчас могу предложить нашим зрителям почувствовать. Хотите эксперимент? Да. Нужно опустить глаза к правой руке. Не голову, а просто глаза к правой руке. И немножко подержать вот там. Что вы чувствуете? Горит рука. Не смотреть, а чувствовать. Глаза вниз. Ничего не горит. Тепло руки. Вот здесь очень часто бывает, что, во-первых, мы не можем удержать наше внимание на своих ощущениях, на телесных, потому что это доставляет дискомфорт. Во-вторых, мы чаще всего выпрыгиваем в наши мысли для того, чтобы не разбираться то, что происходит с нами. А ведь эмоции – это прямое отражение наших потребностей. Нет терпения, да. Понятно, хорошо. У меня еще в школе было основное замечание, вертелось на уроках. Понимаете? Ну, это не терпение, мне кажется, может, если направить в правильное русло, например, какое-то творческое, оно дает... Да, уже направили. Да, свои результаты. Евгений, вы знаете, невозможно с вами расстаться, но даже режиссер нам уже подсказывает, что он прекрасен, но нам нужно идти дальше. Хорошо, спасибо, что пригласили. Спасибо, да. Я предлагаю развивать эмоциональную компетентность. Это очень важная вещь для того, чтобы быть в гармонии с собой и, естественно, помогать людям не в ущерб себе. Спасибо. Спасибо.